Будьте на чеку, избегайте пожаров. Именно с этих слов хотелось бы начать сегодняшнюю рубрику «Званый гость». Наша встреча сегодня состоится с инженером отделения Организации службы пожаротушения филиала каземного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры Центр Спас Югория по Кандинскому району Светланой Юрьевной-Вяткиной, которая в свою очередь расскажет, как изменилась ситуация с пожарами в Кандинском районе за первый месяц 2022 года. На 26 января 2022 года на территории обслуживаемой филиалом казенного учреждения Центра Спас Югория по Кандинскому району зарегистрировано 8 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года 5. Большинство пожаров произошло в период новогодних праздников, новогодних каникул. На пожарах в жилом секторе травмировано 2 человека в мордке, погибших людей нет, спасено материальных ценностей более 9 миллионов рублей. В результате пожаров повреждено 8 строений на площади 380 квадратных метров. Пожары произошли в следующих населенных пунктах Кандинского района. Междуреченские 4, луговой, ягодный, мордка, половинка, по одному пожару. По объектам возникновения зарегистрировано в жилых домах 2 пожара, в банях 3, в частном гараже 1, в ведомственном гараже 1 и в продовольственном магазине 1. По основными причинами пожаров в этом году стали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования 6 пожаров, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов 1 и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей 1. Пожар в большом доме – это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути, и за считанные минуты люди лишаются крыши над головой и имущества, нажитого годами, а иногда и самого бесценного человеческой жизни. Обращаю внимание, при возникновении пожаров в первую очередь «Звоните, сообщайте незамедлительно в пожарную охрану». Приведу примеры. 2 января 2022 года в Мортке произошел пожар. В жилом доме находилось два человека, один из которых инвалид, передвигающийся в инвалидном кресле. При обнаружении возгорания они попытались самостоятельно справиться с ним. В результате оба получили ожоги. Из задымленного дома они также выбрались самостоятельно, но так и не сообщили в пожарную охрану. Об этом происшествии сообщили очевидцы, посторонние люди. И когда дежурный караул пожарной части Мортка прибыл на место, то дом был уже объят пламенем. Это простой пример нашей безответственности. Если бы сигнал поступил сразу, соответственно пожарные выехали бы гораздо быстрее и потушили огонь. И имуществу был бы нанесен значительно меньший ущерб. В этот же день, чуть ранее, в пожарную часть Луговой поступило сообщение о пожаре. Дежурный караул, прибывший на место, обнаружил сильное задымление в бане. Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня удалось избежать. Пожар ликвидирован. 3 января на пульт пожарной части Междуреченский снова поступает звонок с сообщением о пожаре. По прибытии пожарные обнаружили открытое горение кровли. Пожар ликвидирован. Ранним утром 4 января телефонное сообщение от жителя поселка Половинка о горении одноэтажного торгового здания. Уже через 3 минуты боевой расчет пожарных приступил к тушению огня. К прибытию пожарных горение происходило на чердаке с сильным задымлением внутри здания. Огонь возник в подсобном помещении и очень быстро распространялся. Также распространению огня способствовали и неблагоприятные условия это сильный ветер и позднее сообщение о пожаре. Тушение осложнялось особенностями здания. Это металлодеревянный каркас и горючие утеплители. Такой сэндвич невозможно погасить без его разбора. В тушении участвовал почти весь личный состав пожарной команды Половинка. Также привлекались дополнительные силы пожарной части, 71-й пожарной части города Урай и пожарной части Молыбья. 53 минуты провело звено газодымозащитной службы внутри горящего помещения. В результате строение повреждено на площади 100 квадратных метров. Уважаемые жители Кандинского района, призываем вас заботиться о пожарной безопасности своего жилья. Помните, что в зимний период требуется больше тепла, а недосмотр за печами, электрооборудованием и нагревательными приборами чреват пожарами. Помните номер пожарной охраны и службы спасения 101 и 112. Эти заветные цифры рекомендуем занести в ваши мобильные телефоны. Пожарные несут боевое дежурство и готовы прийти на помощь всегда. Они не разделяют дни на праздники и будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин